В первом чтении стратегию депутаты приняли еще в ноябре 2019-го. Ко второму вернутся лишь завтра. Причина такого длительного перерыва – пандемия коронавируса, которая не позволила рассмотреть документ во втором чтении в 2020-м. А между тем он важный – предусматривает экономический рост региона, который даст возможность создать комфортную среду для жизни всех категорий населения. Кстати, свои предложения в стратегию могли внести и бизнесмены, и общественники, и обычные жители края. Сегодня документы обсуждали на заседаниях фракции АКЗС. Все направления, безусловно, наверное, отразить стратегии невозможно. До 2024 года, мне кажется, она прописана достаточно подробно и хорошо. Основные преимущества, конкурентные, отражены в ней подробно. Ну а дальше будем с вами по ходу дорабатывать и развивать направления. Основное направление, безусловно, сельское хозяйство. К примеру, к 2035 году показатель урожайности зерна должен вырасти более чем на миллион по сравнению с годом нынешним. А новые технологии в земледелии и животноводстве могут вывести регион в лидеры по производству сельхозпродукции. Мы первые места в России занимаем по производству муки, всех видов круп, гречихи, сыра. И вторые и третьи места – это производство молока, мяса. Стратегия предполагает в том числе создание и развитие собственных крупных производств. Бизнес, заинтересованный в долгосрочных проектах, из нового документа стратегии может сделать выводы об экономическом потенциале региона, считают представители фракции «Единая Россия». Это документ для инвестора, который планирует и придет в Алтайский край, где он может четко увидеть те сферы деятельности, которые являются приоритетными для нашего региона. Это и сельское хозяйство, это и переработка, это и туризм. Поэтому я думаю, что при столь долгом обсуждении получился вполне себе хороший документ. Напомню, что документ обсуждали долго, причем предложения вносили представители всех отраслей региона. Много их было и непосредственно от депутатов, в том числе Владислава Вакаева. «Справедливороссы» сегодня тоже обсудили стратегию на заседании своей фракции. На отраслевом уровне стратегия действительно серьезно прорабатывалась, обсуждалась. Причем в таком нормальном, хорошем формате стратегических сессий. Ну а на завтрашней сессии вопросов к стратегии все равно будет немало, уверены депутаты. Обсуждение вполне может стать бурным. В случае принятия документа во втором чтении будет разрабатываться конкретный план мероприятий по реализации стратегии до 2035 года. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.